Всем привет, дорогие наши друзья и зрители нашего канала Стэп Фенели. Хотела футболку перерезать, забыла. Давай, короче, рассказывай про пирог, а я пока буду нарезать. Пирог у нас такой, пятиминутка, знаете, по-быстрому сделала. Нет, давай очень голодный. На кипире в Итубе нашла рецепт, это сверху яблочки. Они запеклись, ну не знаю, вкус мне первый раз опять делала. Это чипцы. Пробую какие-то новые рецепты, быстрые такие. Мне не просто нужны, потому что у меня Леша молниеносно. Леша кричала, передавала. Я там, чтобы миксером взбивал яйца, он боится резких громких звуков, и он плакал. Поэтому пришлось одной рукой держать, другую. И вот так вот здесь пирог считаете. В общем, у нас сегодня вот такой вот пирог, смотрите. Это наш. Также у нас варенье малиновое. И вот такое малиновое варенье нам его принесла наша бабушка. Бабушка. Малинка, да. К чаю, да. Сейчас у нас простуды, сезон такой нехороший. Может быть и без малины может вкусно. Ну, тут уж на любителя. Кто-то может будет. У нас Саша опять к освещению крадется. Ну, что это все. Ему не нужны погремушки, игрушки. Ему нужно освещение. Ну, они просто погремучить, и уже все ему надоели. Он их все уже знает. О, слышали? Это вот возмущенный крик Алексея. Денисыч, что это такое меня тут относит? Знаете, шарлотку напоминает. Ну, тут легко. Шарлотку напоминает. Тесто. И вообще, вот, сочетание с яблочками. Ну, как шарлотка. Да, давайте. Она у меня без варенья вкусно. На варенье можно так, на ложечку брать, на в ротик. Так, повлек. Мы заканчиваем с Лёшей. Давай, пить. Да, мы, в принципе, так и ожидали, что... Всем здоровья, удачи. Папа, больше не хотим вам. Да, так и надо. Но не хочет. Вот так и важно. Мы так и знали, что Настенька сегодня не будет сниматься. Потому что у нас Алексей на взводе. Ему не нравится. Он кругом лезет, все мешает. Поэтому, в принципе, для нас это вполне ожидаемо, что... Настенька нас покинула. И уже возвращается. Это быстро, ты вернулась. Мы тут уже чуть-чуть начали мечтать. Ммм... Даша, я сейчас плачу, ложка вообще неудобно. Не хочешь? А с бабушкиным то вареньем пирог преображается вдвойне. Вкусно. Вот. Папа, я буду добавить. Посмотрим. Я люблю варенье, есть вот так. Вот она мазает, это еще... Положил маме ложку, она сказала, мне ложка не нужна. И убрала я. Я вспомнила, что можно варенье так ложечкой скушать. Это очень вкусно. Ну да, вкусненько. Что, как пирог-то? Очень вкусный. Очень. Очень. И очень. Ммм... 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 По рецепту там шло 200 грамм сахара. У нас столько не было. А сколько у нас было? У нас было буквально... 50 грамм? Полу стакана максимум. Если не меньше. Ну, думаю, это и к лучшему. Варенье сладкое. Ну, что, я бы там 200 грамм сахара бы жалла. Ну, а сейчас я бы слиплась точно что-нибудь. Ну, не уверен, конечно, но могло. Это точно, точно. Могло вполне. Короче, никак получилось. Ну, вообще, вот тот последний пирог, который вот с крошкой, мне вот тот больше понравился. Да, вкусно. Это тоже. Ну, это тоже пирог. Слушай, я вот сейчас думаю... Ой, когда же у нас наступят те времена, куда мы спокойно сядем. Без оглядки на то, что надо будет делать после съемок. Сей спокойненько. Не торопясь. Насладиться всем, что есть у нас на столе. И так же не торопясь закончить съемочку. Порой, мне кажется, что это не будет никогда у нас. Осень-осень, негатив от папы просит. Ты же просила побольше негатива, вот. Я вообще думал, что ты уйдешь, что мне придется тут отдуваться за тебя. А зачем нам негатив? У меня не то, чтобы негатив у меня... Бухтенья. Бухтенья, да, такое старческое, такое бухтенья. Что, хочется покоя, тишины. А нету. Ни того, ни другого. Есть только беготня. Кстати, мама неплохо руками ест. Павлик, может тебя попробовать? Нет. Ложкой есть варенье, а руками есть пирог. Будет намного удобнее и продуктивнее, главное. Вот я сейчас буду именно так же делать. Я уверен, что производительность увеличится в разы. Да, что ты так себе. Ты, я смотрю, что-то распотрошила свой кусок. Потому что сахар, видишь? А варенье? Поставь варенье, тяни поближе. Вот даже, смотри, берешь вот так вот, раз. Во. Не, а может мне не делать? Не, ну он пойдет, что? Я просто, больше не буду такой рецепт делать. Почему? Я всегда просто люблю что-то новое пробовать. Я вот если сделала, хочется что-то новенькое. А знаешь, почему ты не повторяешь свой рецепт-то? Почему? Потому что ты их забываешь. А потом ты бываешь, где ты их нашла, и вообще все забываешь. И начинаешь искать, и находишь что-то новенькое, и готовишь постоянно что-то новенькое. Я бы, конечно, поудачнее бы пирог какой-нибудь приготовила, но просто времени нету. Какие-то сложные такие рецепты, так капец. Вот рассольник сварила, пирог сделала, салат был. А у тебя какой рецепт? Берешь все, что есть в холодильнике, закидываешь в кастрюлю, перемешиваешь и в духовку? Ну, я отталкиваюсь от того, что есть. Там уже готовлю, да. Хлассно. Ну, как пироги делают? Не перемешивают? Ну, я вообще, в принципе, суть тебе говорю. Берешь так в кастрюлю, бах! Сейчас, после, бабси, на потанке. Пять минуты готова. В смысле? Даша пошла отдыхать. Она устала сегодня. Вот так мало ты ела. Ну, она накушалась. Может, Даша, мне... Тебе что, мало? Мало. Паша, Паша у нас тестоед. Паша, все на вкус. Ладно. Я тоже наелась, кстати, у меня вот кусочка вот так. Всем пока. Мы пошли с Ташкой. Да, давай. Слушай, все пока. Он тоже наелась. Кто, вон? Денис. Я тебя хочу чуть-чуть пододвинуть, в том плане, что... Я тоже хочу немножечко за стол залезть. А то что это я на краю сижу? Да, это же мне. Вот тебе. Вот-вот твой вареница. А вот твой чаек. Ты мне добавки надеждаешь. Ой, мама, мне тут сейчас кулаком грозила. Насчет твоей добавки, кстати. Вот так надо будет. Думаешь? Думаю. Возможно. Что-то, Дашка, сегодня... Ну, ты бы... Две на столе, она просто устала с него. О, у меня еще есть. Тебе своего хватит. Вполне. В общем, я так понимаю, за столом остались... Солом остались истинные любители и ценители Настяных пирогов. Вот так вот. Девочки, не очень, но любят. А вот мальчики... Мы-то бы вздвоем остались. Да. Вздвоем готовы. На все. Красота. Гостится немного. А ты сразу в рот. Ха-ха-ха, вот так. Тебе вот только так нравится? Интересно. Я все. Я справился. А я все хочу пить, только без яблок. Без чего? Без яблок? Да. Открышки. Маленький только кусочек. Да, маленький. Маленький вот такой. Там уже крикил угроз. Я маленький, прям совсем маленький. Без яблока. А мы их сейчас с этого уберем, не волнуйся. Тут яблоко-то и кругом. Так, раз. Че, яблоки тебе совсем не понравились? Не понравились. Яблочки, яблоки, яблочки, яблочки, яблочки. Это когда пицца не пьет. Ой, все, держи. Пицца. Пицца, пицца. Нельзя не соблазниться. А я, пожалуй, яблочки. Приговорю. Не, ну вкусненько, в принципе. На любителя. А вам давно, когда мы снимаем, встаем с Дашей, я и мамой, пиццу. Мы снимаем, это даже, знаешь, Курасия, даже вся пицца, почва добавки, вся пицца, скажу, добавки. А ты добавки не просил? Нет, я только ну, сделаю все. Ну, я удивлен, конечно. И мы снимались. Когда у тебя еще не было. Я на работе, наверное. Ой, ну что. Может, попрощаемся с нашими зрителями? Мы снимались пицца, знаешь где? Здесь. Говорю, попрощаемся с нашими зрителями? Да. Ну так, давай рукой помашем. Скажем, пока-пока всем. Да. Ах ты мой маленький малыш. Ну что, дорогие наши зрители. Пирог был вкусный. Ну, по крайней мере, его оценили мы с Пашей. Но, тем не менее, да, мы сейчас продолжим с тобой. Если, конечно, нам сейчас не прибегут и все не испортят. Ладно, что, дорогие наши друзья, всем большого приятного аппетита, кто кушал вместе с нами. Ставьте лайки, дизлайки, пишите ваши комментарии. Ну, а мы с вами прощаемся. До новых встреч. Скоро увидимся. Пока-пока. Продолжение следует...